всем привет мы выпустили погулять нашу коровку сегодня 5 апреля коровка уже выходит гулять были такие сугробы как бы не очень-то было коровки удобно гулять а сейчас снежок уже ставил ну тут совсем маленечко осталось снега но это ничего страшного вот это поворот она хотела обняться сделала к отчету 19 марта сегодня 13 апреля вот попробовали она настоялась вообще обалденно понравилось сейчас буду вот такой преимущественно сыр готовить это полутвердый сыр такой вот с дырочками получился очень ароматный в общем нам понравился позади нас разливается ручей и поэтому мы перекатываем сено вот ближе к сараю вот отсюда вот точно сто за дороги вот этот ручей разливается что-то как там и это думаю лучше поближе к сараю откатить а то мало ли там горочка но там горочка выше сегодня у нас 15 апреля уже вот у нас такая грязюка в ограде и было принято решение илюха и вот сделать типа вот такой вот брусчатки или как называется где-то подглядели в интернете вот такие вот нарезаются штучки из бревен такие вот слайсы или как их называть и вот так вот укладываются кстати они ништяк когда вот грязные их укладываешь они потом застывают так вот в общем у нас отдельный загон для рука для коз но бычку нужно побегать и поэтому мы его выпускаем там получается такой вот в общей получается загон и он тут бегает я здесь даю козу и получается его нужно загнать я как бы с ним справлялась но теперь я что-то с ним уже не справляюсь и в общем надо чтобы его илюха загонял так что иди давай загоняй своего быка я и я его загонять не пойду он такой стал уже достаточно крупный и он прыгает я общем не пойду вот он туда его закроет час мы его покормим да он уже кушать хочет все еще кушает молочко вот и козы уже ждут чтоб я их подоила а он мне не дает этого сделать ха 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 все теперь он в клетке теперь я могу спокойно двигаться здорово гретка ну чё гретка уже зернышки кушает все там сено а и это тоже вот дунька вот гизма в общем что показала показал опыт что дунька дает больше молока гизма дает мало молока так что посмотрим что будет дальше кого оставлять а кого не оставлять ну вот и начался период линький что козы что коровы все линяют ну кроме молодых козочек конечно а кстати булат не линяет да нет есть маленький маленько да молодой бык линяет но в основном которые уже взрослые они уже вот у нее линька такая вот перед дойкой нужно обязательно ее почистить потом мокрой тряпочкой протереть это все пригладить чтоб ничего не летела ну я надеюсь скоро линька пройдет вот вывела тут протоптать полянку козочку вот такими вот большие огромные просто сейчас покажу такие вот огромные елки вообще не знаю сколько им тут лет ну в общем очень много очень старые елки ну как старые мудрые вообще красота такая такой аромат здесь делать с ней козочка будьте вытапкивать то брызет тут ходит а комары у комаров в воде питательные вещества нет просто они живут в студии в воде ну да там питаются питательные вещества приехали к нам с тюмени ломан браун вещества а сегодня 27 апреля и на сегодняшний день в нашей Тюменской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в данный момент мы ждем когда вода дойдет до нас мы смотрим новости что в соседних районах уже идет подтопление населенных пунктов видели много кадров где вода заходит в дома людей эвакуируют в пункты временного размещения также эвакуируют животных но люди до последнего не хотят покидать свои дома ну вот сегодня уже 30 апреля в общем то проезд в нашу деревню абсолютно перекрыт здесь у нас проходит ручей который впадает в реку Ик и впадает потом в реку Ишим у нас Ишим разлился и вот это все вся вода пошла по вот этим артериям сейчас я вам покажу тадам вот так вот разлилось вот здесь вот вообще суша была в общем такие дела вот здесь вот у нас была дорога теперь этой дороги нет кстати да здесь можно как-то объехать по полям немножко но скоро можно скоро нельзя будет объехать в нашу деревню здесь вот такая дорожка и туда поднимаешься дальше да в общем то как мы видим здесь уже просто не проехать абсолютно никак вон она там дорога продолжается ну в принципе здесь можно на лодке переплыть когда мы приезжали сюда в деревню мы не думали что мы с этим столкнемся мы здесь уже сколько мы сколько тут уже три года живем да сколько мы тут уже три года живем вот мы три года здесь живем ни разу ну короче почти три года мы с таким ни разу не сталкивались но люди говорят что такое было в 2017 году было что-то подобное наверное ну посмотрим ну мы когда сюда переезжали мы не думали что такое будет да ну почему я знал что тут затапливают ты знал да и ты переезжал да это очень весело конечно что давай переплывем на ту сторону я в калошах я не поплыву ну а что вода по плечу так-то не весело это ну зато тишина в деревне нет было бы жарко вот можно было бы хоть искупаться там но хотя сейчас лучше не купаться потому что вода это сейчас идет все скотомогильники смывает все вот эти вот в кладбище заходят это вообще сейчас стрём сам берем камушек камушек так время у нас 20-25 вот на краешек мокрого ложим и посмотрим за сколько за 10 минут прибудет воды так вот ставим таймер 10 минут все пошло вот 35 минут прошло ровно 10 минут как мы вот этот камушек положили сюда вот на сколько воды прибыло так-то вообще махом прибывает